Один мой знакомый мечтает о том, чтобы у него все было, и за это ему ничего не было. Вероятно, он не знает о существовании торгового дома Киргу, дома, в котором есть все. Именно здесь, в торговом доме Киргу, в галерее вкусов, сегодня будут готовиться новые вкусные блюда. Совсем недавно, еще на прошлой передаче, мы пригласили двух звезд для того, чтобы проэкспериментировать на галерею вкусов. Эфир получился весьма и весьма интересным, поэтому мы вновь пригласили двух звезд, и давайте с ними познакомимся. А в нашей сегодняшней кулинарной битве принимают участие заслуженная артистка Республики Дагестан Зульфия и популярная ведущая и певица Тахмина Умалатова. Осудить их сегодня будут Аида Гаджиханова, организатор фотосессий в журнале «Свадебная легенда», Арсен Салихов, административный директор компании Киргу, и Аида Салихова, шеф-повар сети кофейн «Паскутин». Ну вот мы и на галереи вкусов уже с нашими прекрасными дамами, с нашими замечательными участницами. Зульфия, Тахмина, мне действительно сегодня приятно в цветнике, он будет наблюдать за тем, как наши потрясающие розы будут готовить эти потрясающие блюда. А о блюдах как раз поподробнее мы сейчас и узнаем. Тахмина, можно я с Тахмина начну? Да. Спасибо. Тахмина, о твоей творческой жизни и вообще все, что происходит, я спрошу чуть позже. Давай мы сразу расскажем нашим нетерпеливым телезрителям, что ты сегодня готовишь. Ну, я готовлю то, что традиционно готовлю тогда, когда срочно нагрянули гости, то есть неожиданно. Это быстрее всего приготовить, оно вкусно и хорошо смотрится на столе. Буду запекать пистолетики, буду, конечно, украшать их вот этими красивыми ингредиентами. А в качестве салата я решила фаршировать помидоры. Вот такие вот, видишь, специальные розовые помидорки, потому что они нежные. Ну и десерт, тоже мое любимое блюдо, я его всегда заказываю сама, когда бываю в ресторанах, в кафе. Оно связано с бананами и со всеми вкусными фруктами, которые я очень люблю. Я буду их, ну, в общем, процесс приготовления мы, наверное, отснимем. Название есть блюда вообще? Нет. Ну, пусть будет шоколадно-банановый десерт. Шоколадно-банановый десерт. К остальным блюдам тоже, походу, придумай название, потому что так интереснее. Зульфия. Ну что ж, удивляй, удивляй давай. Ну, господин Великий Султан. Горячее блюдо, я хочу вам сказать, не придумала я сама, когда я буквально после Нового года была в городе Баку. Там живет мой близкий друг, латиноамериканец, и когда получилось рейс, не забрал мне самолет в Стамбул. Я ночевала, осталась у меня в гостях, и он мне приготовил быстрое блюдо, то, что у него было в холодильнике. Это у нас курица, и я думаю, название этого блюда я не могу сказать, потому что я как-то буду ее готовить, и я помогала ему вот так, как-то что-то там делать. Бакинская неожиданность. Вот, наверное, мы бы даже бакинская, наверное, скорее всего, или друг в гостях, и все это очень быстро. Вот тема такая длинненькая. Да, мне нравится вот это короткое название. Салат у нас будет весна, весна на носу, все гуляют, шепка на шепке, все отдыхают, все живут. И поэтому я хочу приготовить весеннюю радость. И так как у нас, я так часто, я так очень сильно люблю шоколадные конфеты, слива в шоколаде, я решила сегодня сухофрукты макнуть в шоколад. Называется «Сухофрукты в шоколаде». Неожиданное название, если честно. Ну, потрясающе. Единственный вопрос у меня, как латиноамериканец оказался в Баку? Он там живет в нефтяной компании. И у него эта компания, это контракт в Баку. Прям в компании? Да, в компании он и живет. Прям в нефтяном продукте. Ну что ж, уважаемые телезрители. Дом очень большой, так что и для тебя там места очень даже хватит. У латиноамериканца довольно-таки большой дом, три комнаты. В этом доме отведены специально для нефтеперерабатывающей компании. Ну да, а ты что правильно сказал, так оно и есть. Так оно и есть. Им подарили такой дом. А вот сейчас я предлагаю, милые дамы, я так понимаю, сегодня у нас очень жаркая битва будет, вы не готовы уступать друг другу, судя по тому, что здесь уже происходит. Поэтому давайте начнем. Раз, два, три, поехали. Популярная телеведущая и певица Тахмина Умалатова, хозяйка со стажем, умеет готовить все, что требует ее большая семья. Сама предпочитает хорошо прожаренный шашлык и потрясающие турецкие десерты. В ее рационе овощи на гриле, фруктовые десерты. Тахмина перепробовала различную дичь и убедилась, что достойно приготовить дичь может только мужчина. Замечательная даргинская певица Зульфия – прекрасная хозяйка. Она легко управляется с традиционными даргинскими блюдами и может приготовить все, что захотят ее многочисленные друзья и гости. Зульфия много ездила по меру, знакома с традиционными кухнями многих стран. Тахмина, расскажи, пожалуйста, вот у тебя уже процесс начался, что происходит, что мы уже сделали, что мы делаем сейчас. Ну, как любая хозяйка, сначала заготавливаются те вещи, которые долго готовятся. Вот, например, яблоки у меня должны сначала тушиться к десерту, я вот их готовлю заранее. Естественно, заранее мясо уже в духовке, потому что... Мясо в духовке? Да. То есть пока я ходил в столовую, мясо уже попало в духовку. Должна тебе сказать, что ты напрасно ходил в столовую, там тебя так не накормят. Просто последнюю передачу пришлось ждать приготовления блюд около 8 часов, поэтому как-то... Я вижу, по твоим глазам ты нам не веришь. Надежду потерял. Ты думаешь, что мы до вечера будем готовить, да? Нам так же говорили, да, полчаса максимум. И, значит, яблоки у нас сейчас обжариваются. Это для десерта, да. Для десерта. Мясо у нас уже... Мясо уже в духовке. А что там произошло с мясом перед тем, как оно попало в духовку? Ну, надо думать, я его посолила, поперчила, более ничего, потому что мясо, молодое мясо, оно больше ни в чем не нуждается. Так же, наверное, как и девушка, когда замуж выходит, молодая, ей даже макияж не нужен. Она и так хороша, красива. Понятно. Зульфия, у тебя что происходит сейчас? Ну, ты как видишь, я уже вот первое блюдо, второе блюдо, горячее, основное блюдо, оно мне уже на плите и в кастрюле. Готовлю салат весна, в процессе идут помидоры, ножи и все остальное. Вы, я знаю, обе замужние дамы, часто балуете своих мужей различными блюдами? Или же ввиду занятости, так как профессия не всегда позволяет быть дома и готовить обеды, ужины, завтраки? Как все происходит на самом деле? Ну, говори. Раскройте нам тайны. Ну, знаешь, да, ты вот, ты тоже сам, да, звезда дагестанской эстрады, знаешь, что домой ты попадаешь не так часто, как хотелось бы вовремя. Имеется в виду, чтобы и завтрак, и обед, и ужин своей семье предоставить. Но по возможности, на, допустим, ответственные мероприятия, там, дни рождения, празднества и так далее, конечно, мы готовим. Я люблю готовить сама, и мы любим придумывать какие-то блюда, которые, ну, подаются, допустим, только у нас на этот Новый год. Хочется, конечно, баловать чаще домашних, но не получается, увы. А у тебя, Зульфия, как все происходит? А у меня, когда муж еще был дома, мы сейчас там не в отъезде, мне проходилось рано утром вставать и готовить ему, конечно, завтраки и ужины. Ну, так как я сейчас уже пока свободна от мужа и от сына, и я теперь не готовлю ни то, ни другое. Ну, понятно, муж в отъезде, а сын где? Сын уже у меня живет тоже вдали, вдали и от Дагестана, и поэтому он очень детки. А с чем связано? Он заканчивает учебу в этом году. А где? В Эстонии. В Эстонии? Да. Почему? Потому что там он быстрее всех? Нет, потому что там ему нравится учиться и... В Эстонии учиться? Да, и европейское воспитание. Он вернется в Дагестан, что-то интересное принеся с Европы для своего народа. Мы продолжаем наше общение, и следующий вопрос таков. Какие блюда наиболее тебе понравились, запомнились в тех или иных странах, где ты была? Понятно, что в Швеции тебе понравилось просто находиться, снимать клипы, как я понял, и разговаривать на датинском языке. Да. А блюда какой страны тебя наиболее воспитывают? У нас в каждой стране своя кухня, и я тебе не могу сказать определенно то или другое блюдо. Ну, конечно же, когда мы ездим, даже ты сам, наверное, когда выезжаешь за пределы даже Дагестана, Махачкалы, все равно мы пробуем блюда исконно и от того народа. Поэтому каждый запах, каждые приправы, поэтому я тебе ничего определенного не могу сказать. Но есть, которые тебе нравятся, а то есть, которые ты даже не воспринимаешь. И поэтому определенности ничего не могу сказать, потому что в гости, куда я ходила, они определенно готовили то блюдо, которые мы тоже дома привыкли, ну, есть там мясо, курица, рыба, там спагетти, там, ну, рис, ну, вот это вот особенности, да. Спасибо. Зульфия Тахмина. Да. Я думаю, тебе будет проще рассказать о тех блюдах, которые тебе нравятся за пределами нашей республики, так как тебе очень нравятся Питер и Баку. Я так понимаю, Питер тебе нравится как место, где ты можешь свободно гулять, общаться, как говорила Зульфия Стокгольме. Ну, а Баку, это, наверное, как блюда. Баку, это город Явст, однозначно. Рассказывай, Пападу, Питер. Почему именно Питер и Баку, почему так недалеко от нашей любимой республики? Ну, потому что, знаешь, вот, допустим, взять ту же Турцию, да, я не вижу больших отличий от Дагестана, в общем-то. Конечно, я не говорю об исторической родине, да, в Стамбуле. А вот, например, те же курорты, да, они очень красиво оформлены, но за пределами этих курортов как бы ничего такого, чтобы могло впечатлить. Питер, все-таки архитектура, она бессмертна. Это красивые дома, это все стильненькие. Да, мне нравится, что у этого города есть свое лицо. Равно как и у Баку, он интересен тем, что он вроде бы вот здесь вот у тебя под носом, но это совсем другая цивилизация, то есть ты, когда приезжаешь в Баку, ты понимаешь, что ты приезжаешь за границу. Хотя мы привыкли воспринимать, что Баку это рынок, туда ездят за норковыми шубами, но там все-таки... Блюдо какое у тебя делаете? Блюдо, ну, и не Питер, и не Баку. В Баку, конечно, впечатлили очень выпечки, потому что я сладкоежка, конечно, я обращаю внимание на замечательную выпечку. Все эти слойные пахлавы, пахлавушки. Ну, в Турции тоже очень сильно сладится именно. Да, ну, в итоге я поняла, что, будучи и в Турции, там-то вообще, знаешь, эти нескончаемые пирожные, которые предлагаются, ну, они надоедают через пару дней. Вот что касается блюда, которое мне запомнилось, ты удивишься, может быть, но это гораздо ближе, чем те города, о которых я говорила. В Осетии это было, мы в Фиагдоне были, это такое, как бы, курортное место считается, потому что там дышать хорошо, в лесу, в горах высоко. И девушка, с которой мы познакомились там, осетинка она, пригласила меня к своей бабушке на жареный сыр. Я, конечно, себе представление не мела, что это такое, оказывается, они готовят это блюдо, удивительно, они жарят сыр. Почти так же, как это делают где-то там в Швейцарии, куда я все-таки мечтаю попасть на сырный завтрак, очень хочу. И, то есть, мы ехали к этой бабушке, это вообще было целое приключение, может быть, поэтому это запомнилось. Мы вышли так, мы вышли из заведения, где мы, в общем-то, должны были голодать, в принципе, своем, дали клятвенное обещание себе и своим родственникам, а главное, врачам, которые нас сопровождали, слово, что мы не будем ничего есть целую неделю. И этот процесс уже начался, три дня мы ничего не ели. Потом я, конечно... Откусила кусочек от водителя? Нет, польстилась на предложение попробовать жареный сыр в Осетии, и мы вышли на улицу, транспорта нет, нам никуда не разрешали оттуда выбираться, мы просто... Вы худели, что ли, там? Ну, стоп, ну да, худели. Не то, чтобы... Я не худела, худела моя подруга, я... Нет, мне дышать нужно было, потому что у меня были проблемы с дыханием именно. Ну, давай не будем в любом случае говорить о проблемах, давайте лучше о позитивном в галерее вкусов через несколько мгновений. Ну что ж, уважаемые телезрители, самое время узнать мнение нашего высокопочтенного жюри о том, кто, на их взгляд, сегодня может победить. С Тахминой Малатовой и Зульфьей я знакома по интервью, уже как бы давно с ними общаюсь. Они обе очень хорошо готовили, но мне все-таки кажется, что победит Тахмина, потому как мне понравился механизм приготовления у нее. Сегодня у нас в гостях в галерею вкусов две прекрасные звезды дагестанской эстрады Тахмина и Зульфья. Смотря за процессом приготовления пищи, я не могу определить, кому-то отдать из них прочтение. Посмотрим, попробуем, когда они все приготовят, потом уже определим, кто из них выиграет. Если говорить с профессиональной точки зрения, то, как я считаю, более тонко, более профессионально подошла к данному соревнованию Тахмина и Малатова. Обеим участницам желаю удачи, но кто победил, могу предложить прийти к нам в гости. Мы вернулись на кухню галереи вкусов в торговом доме Киргу, в доме, в котором есть все. У нас здесь просто кипит работа, блюда готовятся с неимоверной скоростью сегодня. Конечно же, это во многом благодаря посуде и кухонной утвари Фисман. Я напоминаю, что Фисман это та посуда и кухонный утвари, которая лидирует в 20 самых развитых странах по продажам, потому что она сделана из экологически чистого материала. Но при всем при этом ножи Фисман настолько острые, что наша прекрасная Тахмина немножечко порезала. Но она в хорошем настроении, потому что в любом случае ножи фирмы Фисман цветные, красивые и дарят позитивное настроение. Радует глаз. Несмотря ни на что. Ну, скажите, пожалуйста, с самого начала сегодняшней передачи я хотел задать вам этот вопрос. Как так получилось, что вы сегодня пришли вместе? Почему Тахмина и Зульфия пришли вместе на семейную передачу? Объясните, у меня в голове не укладывается. Начну, наверное, я, а продолжит Тахмина. Вот мы снимали новогодний огонек, новогоднюю сказку. Почему-то среди всех ролей дали самую отрицательную роль мне и Тахмине. Я должна была быть, я мачеха, а это моя дочь. И, к удивлению всему народу и всем этим актерам нашим, мы эту положительную, эту отрицательную роль подали как положительную. Поэтому мы с ней мать и дочь. И в этом все заключается. И даже последняя, я была у нее в гостях на канале. И, вы знаете, мне очень было интересно с ней работать. Хотя мы сегодня здесь, сегодня с ней, у нас нет интриги. У нас есть что-то такое интересное, но мы при всем желании сегодня мы не хотим ругаться и мы не будем. А вот порезанный палец, это не твоих рук дело? Тахмина, ты что можешь сказать? У тебя та же самая причина? Ну, между прочим, да. Потому что нас как-то тесно связала вот эта сценическая одна маленькая роль. Как-то мы очень подошли в этом образе, мама и дочь. Я играл в этой сказке «Принца», правда меня же с Мариной Левой не связала. Марина Лева была моя пачерица. Пачерица, да. Я помню эту сказку. Нам почему-то кажется, знаешь, Султан, что нас ждет какое-то продолжение. Вот с Зульфией дальше. Нам почему-то кажется, что это знак. Что что-то нас ждет еще после этой семейной передачи. Пополнение в семье, может быть? Ну, не думаю. Пополнение в творческом плане, да. Я думаю, что какой-то совместный проект, который будет объединять. О творчестве, раз ты заговорила, Тахмина, что у тебя происходит нового в творчестве? Ну, был концерт, допустим, недавно сольный и много новых песен. И я даже запела на аварском языке. Как ты оцениваешь вообще свой концерт? Блестяще. Тебе очень понравилось? Мне очень понравилось. Следующее. Ну, знаешь, как с духом соберусь, он будет. Просто знаешь, каждый концерт, это же как дитя. У Зульфии я знаю два детища. Одно, Махачкала-концерт организация и школа искусств детская номер 8. Расскажи, пожалуйста, поподробнее. Ну, Махачкала-концерт, оно уже давно, поэтому она уже довольно-таки знакома многим. А школа, это уже третий год, одна из самых больших школ сегодня в республике. Очень талантливые дети. Вот сейчас буквально у нас... Там только музыкой занимаются? У нас занимаются всеми. Вот изобразительное искусство, вышивание, плетение, флористика, народные инструменты, народные танцы, балет, современный танец. Ну, все-все, что входит, это самое, детская школа искусств, поэтому вот буквально наши дети, у нас был конкурс фестиваля «Юные звезды Махачкалы», заняли неплохие места во всех конкурсах. Занимали третье место, второе, первое. И вновь мне хотелось бы вернуться к блюдам ненадолго, чтобы понять, что у нас уже готово, что... Салат «Весна готова». Замечательно. Это основное блюдо. Основное блюдо тоже у нас готовится на пару. Скоро уже будет? Оно уже где-то может быть. Мы уже к десерту приступили, я даже вижу. Уже готовят к десерту. Совсем скоро здесь все готово. Всем идет к завершению, да. У тебя как-то, Хмина, здесь уже все практически готово. Ну, у меня тоже, в принципе, так. Осталось, да, маленькие штрихи. Совсем мало времени, дорогие друзья. Поэтому такой интересный вопрос, как Зульфия. Были ли у тебя какие-то забавные, интересные случаи, связанные, может быть, с кухней или с ресторанами, кафе? Может, ты нам расскажешь что-нибудь? Хочу сказать одну историю о наших старых кюлсах. Когда они вышли попить воды с поезда, поезд уехал. Как ты знаешь, типа какого-то самоката, который на рельсах, который катается. Вот на этом самокате они догнали этот поезд. Тоже очень интересный случай. В моей жизни очень много интересного происходило и с едой, и без еды. На это у нас будет очень много времени. Поэтому у Тахмина, наверное, спросите. Тебе приходилось когда-нибудь, не оплатив, убегать с ресторана? Нет, я не убегала. А догонять поезд? Я просто однажды возразила, когда мне принесли кислый салат, я сказала, я не буду за это платить. И гордо ушла. А поезд? Воды не выходило выпить? Раз, возвращаешься, а тут самокат, который в Борисе ездит. Нет, было все нормально. И нужно догонять поезд. Оказывается, можно все-таки свои предпочтения в еде как-то высказывать. В общественных заведениях тоже прислушиваются. Замечательно. У меня для вас сейчас подготовлен маленький перекрестный опрос. Вы, я надеюсь, знаете, что как бы Зульфия отвечала на вопросы, Тахмина отвечала на вопросы, но вы не знаете об ответах друг друга. Поэтому я думаю, это будет весьма и весьма интересно. Тахмина, какой, на твой взгляд, любимый фильм о Зульфии? Ой, господи, не знаю. Индийский какой-нибудь? Неожиданно. Может, бродяги? Далеко не индийский. Ширли-Мырли. Да ладно? Смотришь на Зульфию и понимаешь, что действительно фильм, который может ей понравиться, должен быть. Фильм Ширли-Мырли. Почему, кстати, сейчас Зульфия объяснит? Потому что там участие принимал мой великий руководитель, режиссер, великий Гаркалин, у кого я училась. И поэтому я люблю эту картину, когда он там играет двойника, двоих братьев. Поэтому, вот только поэтому. А какой фильм нравится Тахмина? Я думаю, что она историческая. Я не видел этот фильм, я не знаю, о чем идет речь, но мне кажется, что это мелодрама. Может быть, да, я тоже думаю мелодрама, но думаю, что это история такое, наверное, что-нибудь. Мой парень-ангел. Это добрая комедия. Там не снимался никто из твоих? Нет, не снимался. Значит так, любимая песня Зульфии? Ой. Ты знаешь, что она сказала, что ей нравятся все песни о матерях, тем более, что у тебя есть одна такая замечательная композиция. Не могла бы ты пару строчек исполнить сейчас? Она юрек яшляга, коктен юлду зла рала. Она юрек яшляга, коктен юлду зла рала. Умрю гет и пала. Яшляга шала, яй-яй. Это? Что, поаплодируем все-таки? Да, мне кажется, что... Здорово, здорово аплодируешься. Спасибо, Тахмин. Я рада, что она тебе нравится. Какая песня нравится Тахмине Умалатовой? Какая песня? Да. Айлена. Айлена? А вот и нет. Чумаков, я от тебя схожу с ума. Когда Тахмина сказал, я от тебя схожу с ума, я сперва подумал, что это она ко мне обращается. А, ты говорила название песни. Я перепутала, я думала, мы из моих... С кем, Зульфия, хотела бы спеть дуэти? Вот здесь интересно. Ну, с Бурлаком она уже спела. Да. Может, следующий стинг, в конце концов. А вот и нет. Аврамус. Аврамусу? Да. А Тахмина с кем споет? I don't know. I don't know? Меладзе. Валерий или Константин? Валерий. Валерий мела. Константин не поет, но если он напишет нам песню, было бы здорово. Я спросил Зульфии, что не нравится в сопернице? Она ответила. Ну-ка, ну-ка. У тебя нет вариантов? Ну, без понятия, не знаю. Я тебе должна нравиться, мама. Нет, она сказала, много разговаривай. Сказала, немногословная Зульфия. А вот Тахмина ничего не смогла сказать Зульфия, представляешь? Ей все нравится тебе. Вот и первый конфликт назрел. Как будете выходить из положения? Вы все еще как дружите после этого? Ну да, ну что делать? Это один из моих основных изъян. Я вижу, что Зульфия уже практически завершает даже свой десерт. У тебя что сейчас, Тахмина? Чуть-чуть осталось. Залить сиропом фрукты и сделать начинку для вот этих готовых помидор, как видишь. Мясо тоже скоро будет готово, да? Мясо тоже уже почти готово, да. Ну что ж, у нас практически все готово. Остается немножечко подождать. После чего мы вернемся сюда, в галерею вкусов, для того, чтобы увидеть эти потрясающие блюда уже практически в полной готовности. За все время существования рубрики «Путешествия по кухням» мы рассказали вам о множестве интересных кухонь, которые представлены в торговом доме Киргу. И сегодня мы решили немножечко отойти от правил и рассказать вам о фирме-производителе. В трех последних передачах мы рассказывали вам о кухнях фирмы «Эмфа». А именно, модель Светлана. Ну что ж, Светлана, приятно познакомиться. Теперь ты будешь жить у меня дома. Изысканная Корсика. Алло. Да, Султан. Ну, как я обещал, на Корсике. Ну да, здесь все так со вкусом. Элегантно. И модель известного греческого дизайнера Адонис. Известный греческий дизайнер Русланис Кантополос создал дизайн этой кухни совсем недавно. Но за столь маленький срок она уже завоевала любовь широкой публике. И эта кухня по достоинству может считать себя эстетической, классической и весьма и весьма популярной. Это лишь малая часть кухонь, представленных фирмой «Эмфа» в торговом доме «Киргу». Кстати, давайте поподробнее узнаем об этой самой фирме. Обновленные выставочные залы торгового дома «Киргу» вместили в себя огромный ассортимент кухонь от различных производителей. В галерее кухонь «Киргу» блистательно представлены образцы от фабрики мебели «Эмфа». Кухня различного стиля цветов и фактуры, но отменной по качеству и функциональности – это «Эмфа Делюкс». Запомните эти названия – Светлана, Тропикана, Афродита, Адонис, Корсика и многие другие кухни и классические, и в стиле модерн. «Эмфа» уделяет значительное внимание деталям. Отличная качественная фурнитура, старинная техника, обработки дерева, изящные ручки со стразами, сваровские – все это делает эти кухни уютными и уникальными. «Эмфа» использует самые разнообразные цветовые решения, как ультрамодные, красные и черные, так и классические – цвета слоновой кости, древесный и бежевый. Кто предпочитает роскошь в интерьере, отметят помпезные золоченые карнизы и пилястры – особые отличительные элементы, делающие эти кухни неповторимыми шедеврами. Кухни «Эмфа» вписывают в любое помещение функциональность этих кухонь, позволяют украсить любое по объекту пространство. Свои кухонные гарнитуры «Эмфа» дополняет великолепными столовыми группами, которые готовы вместить любое застолье. Все это и многое другое в галерее «Кухонь торгового дома Киргу», который готов предоставить самый удобный сервис, начиная от дизайн проекта будущей кухни до бесплатной доставки и установки. А вот и я на экранах ваших телевизоров с хорошими новостями. Наши блюда готовы. Тахмина, давай начнем с язвы. Идем посмотрим, что приготовила сегодняшняя твоя соперница. Тахмина, рассказывай. Как я и обещала, это мясо. Это то, что любят все дагестанские мужчины, а по собственному опыту знаю, что и женщины тоже. Потому что готовила это каждый день, а порой и дважды, когда у нас родился кантемирка. Это пистолетики. Кантемир – это сын Тахмины, потрясающий горец. Ну, это, как я и обещала, вместо салата. Скажем, такая холодная закуска – это помидоры начиненные. Чем? Здесь яйцо, взбитое с сыром фета. Это мягкий сыр для заправки. Огурцы соленые и зелень. Очень вкусно. И майонезик. А здесь у нас? Здесь у нас десерт. Очень вкусный, надо полагать. Ну, по крайней мере, когда я его готовлю дома, он получается очень вкусным. Я надеюсь, что здесь тоже понравится. Это бананы, яблоки, запеченные в сливочном масле они. Ну, я их тушила сначала. Клубничка свежая. Я ее оставила для тех… Ну, чтобы такое было сочетание вкуса сыры и овощей, которые готовили. А это что у нас? Разность вкусов. Это для красоты. Тогда можно брать. Шашлык. Один килограмм мяса, лук репчатый, молодой чеснок, руккола одна упаковка, сыр моцарелла для украшения блюда, майонез, соль, перец по вкусу. Весенние помидоры. 5 крупных розовых помидоров, 6 куриных яиц, 6 перепелиных яиц, майонез, сыр фета 100 грамм, соль, перец по вкусу, 100 грамм маринованных огурцов, зелень, кинза, укроп. Десерт «Банан в карамели». 4 банана, 4 груши, 5 столовых ложек сахара, половинка выжатого лимона, шоколад 150 грамм, сливочное масло, сыр маскарпоне 100 грамм. Пойдемте к Зульфии. Почему ты мне нож? Зульфия, только нож убери, пожалуйста. Давай просто аккуратно мы узнаем, что ты приготовила. Какая красота? Как я объяснила, латиноамериканец. Бакинский латиноамериканец, я помню. Уникальность это блюдо, потому что наш лист, он же на дне находится, и когда выворачиваешь кастрюлю, это все остается на поверхности нашей курицы. Ну и что нормально, блюдо, не знаю, овощи. Курица, картошка, лук, перец, помидоры, лимон и лист салата. Имбирь, да. Имбирь. Имбирь, да. И она все своим соком. Это я сделала, это томатный сок, здесь сыр, здесь у нас зелень, здесь у нас имбирь и все. Это приправа для этой штуковины. Да. Съедобная. Рассказывай дальше. Салат, весна, весенняя радость. Ну здесь у нас сыр, зелень, болгарский перец, помидоры. Все мелко нарезано? Все мелко нарезано и оформлено тоже, да. В стиле Зульфии, Махачкала-концерт. Да. Здорово. Ну и, наконец, наш десерт, там чего только нету, мне кажется. Я же сказала, у нас будет сухофрукты в шоколаде. А это типа украшения, клубнички, потому что весна, чтобы глаз радовался. Для приготовления основного блюда Зульфия использовала 1,5 кг курицы, 1 кг картофеля, лимон 1 штуку, 100 г листьев салата, 300 г помидоров, лук 200 г, перец болгарский 300 г и имбирь 50 г. Для приготовления салата «Весенняя радость» мы использовали сыр, зелень, болгарский перец, помидоры в равных пропорциях. Десерт «Сухофрукты в шоколаде». 100 г сухофруктов, 100 г чернослива, 100 г кураги, 100 г клубники, 500 г шоколада, 100 г изюма и 100 г орехов. Очень быстро приготовили, что не может не радовать. Сразу видно, что не просто артистки, артистки с большой буквы, так же домохозяйки тоже с большой буквы. Я предлагаю наше блюдо отправить в комнату к нашему жюри, которое должно определить сегодняшнего победителя. Галерея вкусов, торговый дом Киргу, дом, в котором есть все и даже музыка. Растревожила сердечко, чувство нежное, и в груди слышна мелодия сердечная. Изнывает сердце, хочет душу всем излить, непослушное сердечко хочет говорить. Ох, устала же, она устала, нету сил, вспоминает все, о чем тогда мне говорил. Раскрываю я секрет свой, не могу молчать, непослушному сердечку нечего скрывать. Всему свету расскажу, я секретов не держу, Что ты любовь моя, ты любовь моя, ты любовь моя. И пусть знает целый свет, у меня секретов нет, Что ты любовь моя, ты любовь моя, ты любовь моя. Спасибо Тахмине Умалатовой за столь прекрасную композицию. А наше жюри тем временем готовы объявить победителя. Блюда, которые приготовили наши прекрасные звезды эстрады, так же прекрасны, как они и сами. Но, так как я мужчина, предпочтение я отдаю мясу, чем курица. Поэтому я свой голос отдаю Тахмине Умалатовой. Я, как представитель журнала «Свадебная легенда», могу сравнить эти блюда с нашими рубриками. Горячее, такое же острое, как наши любовные истории. Салат, такой же яркий и острый, как наша фотосессия. А десерт, это, безусловно, очень сладкий и красивый, как наш макияж. Все было очень вкусно, так же, как в нашем журнале «Свой голос» я отдаю Тахмине Умалатовой. Девочки приготовили все, в принципе, очень здорово. Но, на мой взгляд, вот в основном блюде Зуфии не хватало соли. У Тахмины тоже в салатике не хватало немного соли. А так, в принципе, все замечательно приготовлено, украшено. Зуфия немного по-домашнему все приготовила. Десерт мне понравился Зуфии. Правильная подача, соотношение. Чернослив с шоколадом прекрасно сочетается. Но мое предпочтение дается Тахмине Умалатовой. Наша жюри уже определилась победительницей. Попрошу вас встать по правую руку от меня. Вот, и все три голоса были отданы. Барабанная дробь я не слышу. Тахмини Умалатовой. Но, в любом случае, Зуфия, все за милую душу уплетали твои блюда. Даже мне ничего не оставили. Обычно я доедаю за нашим жюри, но сегодня как-то вот не получилось. Я поздравляю Тахмина. Спасибо. Тебя, вот эта духовая печь достается тебе. Да ладно? От торгового дома. Теперь ты можешь готовить дома потрясающие блюда. В общем, тебе очень повезло. Но я попрошу не расстраиваться нашу прекрасную Зульфию. Потому что ей достается вот эта потрясающая... Вот эта потрясающая мантоварка фирмы Фисман. Я о Фисман сегодня много чего интересного говорил. И все, что я говорил, это на самом деле правда. То есть, еще нужно посмотреть, какой подарок более ценен. У меня нет мантоварки. Вы можете поменяться. У нас нет побежденных или победивших. У нас всегда побеждает дружба. Тем более, вы хорошие подруги. Я сегодня понял. Как бы я ни пытался сегодня вас рассорить, у меня этого не получилось. А ты пытался? Да, я делал попытки. Также от торгового дома Киргу вот эти потрясающие пакетики. Спасибо. Тоже достается вам. Там много чего интересного внутри. Потом посмотрите спокойно. Ну и информационный спонсор «Свадебная легенда», который по праву считается легендарным. И носит название «Свадебная легенда». Уже 6 лет радует нас. Тут, кстати, много чего интересного еще вложено внутрь. Чувствуете, да, вес? Журнал весьма весовой. Несколько слов в адрес наших телезрителей. И вообще, что бы вы могли сказать, побывав сегодня в торговом доме Киргу? Я однозначно могу сказать, что этот день сегодня оказался настолько полезным для меня. Я, честно сказать, призов совсем не ожидала. Это было за завесой тайны, между прочим. Нам никто не говорил о призах. И когда мы шли, мы шли только готовить. Я в Киргу, между прочим, частенько делаю покупки. И вот сегодня тоже не обошлось без покупки. Мы тут между делом, пока жюри пробовали наше блюдо, присмотрели себе интересные. Я вазу купила в подарок своему брату двоюродному. Так что, Игорь, это ваза из Киргу. Я везу ее тебе. Ну и для себя сделала покупки. Входите в Киргу. Это полезный дом. Это действительно дом, потому что в нем есть все. Ну а что касается сегодняшней победы, она втройне приятна. Наверное, потому что я даже не пыталась соревноваться. Я просто хотела быть гостеприимной хозяйкой. Такой, как я бываю дома, когда жду гостей. Поэтому добро пожаловать в Киргу. Спасибо. Что я могу сказать о таких красивых словах именно Малатовой? Так как она хозяйка, которую каждый день готовит, я даже и разговору не могло быть, и речи, что я даже могу выиграть. Но спасибо, хоть какой-то подарок удостоилась моя честь. Потому что я дома очень редко готовлю. Я уже заранее об этом сказала. Мне очень приятно, что хоть как-то оценили, как-то хоть попробовали мою еду жюри. Я очень благодарна жюри, что хоть что-то вы там выбрали себе. Они все съели. Ну я хочу сказать огромное спасибо Киргу, потому что начиная даже с Махачкала концерт, уже мебель у меня находится в офисе от Дом Киргу, от торгового центра Киргу. Поэтому мы сегодня тоже выбрали. Я выбрала коллекцию вас. На самом деле они будут у каждого мой красивый зал. Всем огромное спасибо. Проходите в торговый Дом Киргу. Здесь все шикарно, все дешево, все очень по достойным ценам. И здесь очень гостеприимные, замечательные люди, которые работают в самом деле в этом красивом доме. Султан, огромнейшее спасибо, что посчитал нужным нас пригласить. Мы с большим удовольствием пришли и хотели быть с тобой рядом. Спасибо вам, милые дамы, торговый Дом Киргу, дом, в котором даже звезды становятся лучшими подругами. Кстати, сегодня на ваших глазах это и произошло. Мы благодарим компанию FISMAN за то, что нам так все облегчено благодаря этой замечательной компании, о которой мы не перестаем говорить и не перестаем удивляться ее возможностям. Спасибо вам, уважаемые телезрители, что смотрели нас. 46-47 пробел Киргу и номер семьи, за которую вы хотели бы проголосовать. Кстати, сегодня у нас участницы под номером восемь Тахминова Малатова и Зульфия. Если вы хотите увидеть именно их в финале, то отправляйте свои голоса именно за них на номер 46-47, пробел Киргу и номер участников. Кстати, все вырученные средства с СМС голосования пойдут в фонд поддержки больных детей, потому что торговому дому Киргу не безразлично. Жизнь больных детей, также здоровых и вообще всех семей в целом. Торговый дом Киргу – дом, в котором есть все. И даже такая потрясающая галерея вкусов, которая прощается с вами ровно на одну неделю. На следующей неделе снова с вами. Субтитры создавал DimaTorzok